Привет друзья, с вами канал MadScience и сегодня мы сделаем маленький мини мир в муравьиной ферме и надеемся он вам понравится. В общем-то идея началась с того, что я захотел сделать мини джунгли у себя в муравьиной ферме. Ну и пришлось закупиться некоторыми декорациями, кустиками и мхом. Также еще понадобились три зажигалки вот с такими фонариками. Ну и делать это все необходимо было как раз таки тогда, когда муравьи были не в арене. Ну и изначально, понятное дело, необходимо было подготовить арену под необходимый грунт. Я думаю вы заметили картонку на заднем фоне, так вот она сделана для того, чтобы муравьи забегали в эту самую норку. Ведь получается, что они сбегают со света, то есть с арены и прячутся в темном месте. Также мне понадобился вот такой вот декоративный домик, в котором было необходимо просверлить отверстие там, где размещены окна. Ну и делал я это дрелью. Кстати, если у вас все еще нет дрели, то очень просто будет сделать выбор, воспользовавшись сервисом Е-каталог. Благодаря куче фильтров вы подберете то, что нужно. Также можно увидеть сравнение цены, не зависать долго на разных интернет-магазинах. Если вам приглянулись несколько вариантов товара, то вы всегда можете сравнить их в одной таблице и быстро ознакомиться с их характеристиками. Не нужно искать фотографии товара в интернете, ведь на сайте Е-каталог вы всегда можете ознакомиться с ними. Ну и конечно же посмотреть видеообзор на интересующий вас товар. В общем, если собрались что-нибудь для себя прикупить и сэкономить при этом время и немного средств, то рекомендую ознакомиться с сервисом Е-каталог. Ну а что касается моей идеи, то я уже проделал отверстие в окошках и это получилось вот так. Ну и теперь в этих окошках, как мне кажется, не хватает стеклышек. И стеклышки я сделал с такого вот пластика. Изначально я подумал, что мне будет достаточно приложить этот пластик и вырезать нужный мне кусочек. Но позже, как оказалось, не все так просто, как снаружи. Внутри это все неровно и очень трудно приклеить. Но в принципе при помощи горячего клея все реально. Вот так и получается, что уже есть дверки и окна в нашем домике. Но чего-то все равно не хватает. Ведь какой домик без освещения? Ну и понятное дело, нам необходимо было освещение, которое я одолжил у зажигалок с фонариками. Ну и хорошо, что эти светодиоды легко выкручиваются. И теперь их необходимо было вклеить внутрь нашего домика. Ну и когда я вклеил один фонарик, то в одной из комнат домика появился уже свет. Ну а внутри это выглядит, конечно, немножко похуже, чем снаружи. Ну а теперь, когда я вклеил все фонарики в домик, то теперь необходимо было их включить и посмотреть, как это выглядит. Ну и когда я выключил свет, то этот домик выглядел будто из сказки. Ну а если вам этот домик понравился, как и мне, то обязательно поставьте лайк и напишите про это в комментарии. Теперь, когда я заблокировал вход муравьям, чтобы они случайно не вышли, когда я засыпаю грунт, я приступаю его уже засыпать. Для создания этих мини-джунглей необходимо совсем немножко грунта, чтобы он слегка прикрыл песок. Ну и когда я это сделал, то выглядит сверху это примерно вот так. Теперь нам понадобится вот такая вот красотища. Это мох-ягель, который был привезен из Норвегии. Как раз таки его прямое назначение это использование этого мха для декора. Вы только посмотрите, какой он красивый. Ну и как мне кажется, я для себя нашел новый антистресс. Ну а килограмм такого мха у нас в стране стоит 20 евро. В общем-то получается не совсем дешевое удовольствие, но выглядит он и правда шикарно. Ну и теперь как раз таки я приступаю к декорированию арены муравьиной фермы. Ну и теперь когда мох в варенье, я уже потихоньку начинаю добавлять и другие виды декора. И теперь у муравьев есть шикарный замок. Еще я прикупил вот такое вот растение. Кстати, ребят, я не знаю как оно называется, но если кто-то из вас знает, напишите в комментарии. Вот в принципе все и готово. Теперь можно полюбоваться результатом. Да, и чуть не забыл включить свет в нашем домике. Ну и в вечернее время это выглядит примерно вот так. Подобная структура мха напоминает какие-то деревья и будто бы это непроходимый лес. Среди которого находится сказочный замок, в котором запросто могут подселиться муравьи, которые кстати уже пора было открывать. Ну и поначалу эти мурахи, как мне кажется, немножко боялись даже выходить наружу. Ведь для них размеры этого мха выглядят действительно как большие деревья и будто это огромный лес. Ну и вот как раз таки первый смельчак, который решился выйти наружу. Затем подбежали его боевые товарищи, которые также решили пойти за ним. И один из муравьев добрался даже до замка и начал его активно изучать. Ну а в это время другие муравьи начали изучать лес, который был для них кажется непроходимым. Но ведь это только на первый взгляд. А тут муравей спускается по ступенькам. В общем, как мне кажется, муравьям такие джунгли очень понравились. А понравились ли они вам? Обязательно напишите про это в комментарии. И поставьте лайк, если это так. Многие у меня спрашивают, где я приобрел такую муравьиную ферму. А приобрел я ее в магазине Ant Kingdom. В общем, если вы захотите купить такую ферму, то обращайтесь туда. Кстати, в этом магазине есть также комплекты и для новичков. Ну и приобрести это все можно как в России, так и в Украине. А еще в этом магазине действует промокод MadScience, по которому вы получите приятную скидку. Количество промокодов ограничено, поэтому поспешите. Ссылочки на магазин я оставлю в описании. Ну а что касается маленького мира в муравьиной ферме, то выглядит он вот так. Ночью это также довольно неплохо смотрится и надеемся, что вам это все нравится. Напишите в комментарии слово хочу, если хотите видеть еще подобные выпуски. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Жмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. Всем пока.